здарова народ и на канале детсад меня зовут дед и продолжим нашу метрошечку и вот и вторая серия руба вариантов и следующие 2 2 2 2 давно он записываю просто сразу друг за другом потому что хочу поиграть метров основательно и побыстрее уже добраться до 2 так называемого большого уровня потому что я знаю что на нем может очень сильно зала я хочу лянуть да или нет потому что если да это очень плохо придется останавливать метро прохождение точнее до определенного момента иду ночью ночью вот здесь есть веселое событие да было было но если что читайте потому что у двух плохо слышно я тоже еле слышу но я не хочу сейчас ближе подходить потому что он спугнуть этот диалог там что происходит а можно бинокль взять нашли время поделитесь еще вообще-то так возьмут идиоты места ну а там кстати по ходу 4 вот если я не ошибаюсь вот в том именно четырехствольный этот дробашки лежит для ты смотри как я карту помечаю еще шо я нахожу я не понимаю какие места он еще помечает вот что-то вы бы отошли от электроцепей уходи чужак это я вижу Ай-яй-яй Заземлили все нахрен Молди их пробить не могут Почему она вовнутрь зайти не может, мне интересно больше Эти придурки думают, что они ее молитвой убили Ушли, отступили демоны, не устояли перед верой истиной Мы прошли испытания, уберег господь Уберег господь, ура Ура Господи, владыка на небесах и на земле Тебя хвалу возносим, ибо ты вдохновил нас И дал нам силу изгнать электрических демонов нечистого Да светится имя твое, и да утвердится воля твоя на земле Ты утвердил ее на небесах во веки веков Аминь Идиоты Ну как-то так, да Про это веселое событие я говорю Как они думают, что у них есть сила и власть С помощью ума и интеллекта Которым были придуманы все эти лампочки и прочее Они теперь это все уничтожают Точнее не, с помощью ума, но не интеллекта Какой нахрен интеллект? То, что они за земление поставили, круто Откуда ж тут интеллект? Это, ну... Кто-то знает, что можно вот так вот Вот тут что произошло Ну и вот она разряжалась Разряжалась Кобак был местный Интересно восстановить событие этого всего было Как тут все произошло Потому что здесь где-то есть вроде записка Не шмаляй! Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Часы играли, как всегда! А тот же ган мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первый вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют нахуй! Непонятное вышло конкретно! Зум даю, не при делах я! Если что, за меня бобер мазутянит! Ты не шмаляй тока! Понял. Бобер так бобер. Че я его глушить-то не могу. Ну елы-палы. Опять 25. Бобер. Ага. Хоть бы не шмаляй, ну ля. Хотя, че его, я же чисто бармен! Кто в бармена стреляет? Честная разборка была, я реально не при делах! Во-во! Интересное у вас тут местечко, ребята. Жаль, что только вход и выход один. Кто ж в барменов стреляет? Действительно, кто в барменов стреляет? В любом фильме бармен всегда жил. Ну, либо он первая жертва. Тут 50 на 50. Смотря какой фильм. Вообще не честно. Бармен такой человек, он везде вообще не при делах. У него должен быть иммунитет ко всем разборкам. Причем тут он? Но если бармен информации барыжил... Так, я не пойму, этот металлоискатель вообще работает? Алло. А, работает он действительно, да. Зашкаливает. Как бы звуки какие-то делал. Это последняя кассета. Постараюсь растянуть ее подольше. Ну, что-то какой-то этот металлоискатель бесполезный. Сегодня совет приперся. Проповедник. Нес какую-то айгинею про то, что мы все выжили по воле Божьей. И что жировые молнии это наказание за наши грехи. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята, погибли. А, ну ладно. Так мало грехов. Еще и бороться с ними надо по литвы, посту и оберегами. А эти-то уши развесили. Хорошо, хоть Роман его выставил. А, ну и у нас это надо быть здесь. В общем, мы систему громоотводов из-за мракобеса решили отложить. Пусть свои обереги в 10-й день с начала мака. 27 сентября. А Силанде-то не так прост. Ну-ну. Его обереги громоотвода и есть? Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные. Кто-то мы их слушал. А этот? Бог сказал так делать. И точка. И что ты думал? Шарит он, шарит он. Вчера три молнии обезвредили без потерь. Роман только недоволен, чудак-человек. Какая разница, какого цвета код, если крыслой? Пятое октября. Пятое октября. Силантий прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молнии определенно реагируют на технику. А без большого генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Проживем и так. Седьмое октября. Роман мертв. Сон. Да, может быть не стоило выводить народ. Можно было постепенно как-то. Да, утопили нужные вещи. Ну, бывает. Но при народе лезть в реку, устраивать скандал. Понятно, власть уплывала у него из рук. Но поднимать руку на Силанте. И ведь все, как тот говорил. Все. 31 декабря. Заканчивается пленка. Заканчивается код. Если будет на то вода Божья, злоключения наши закончатся вместе с ними. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. Рука просто. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Да и электричество, как говорит отец Силанки, грех. Вот так вот. Ну, так и вербуют. Да. Потихонечку, помаленечку предсказывая некоторые вещи, которые можно легко предугадать, предсказать. Пожалуйста, добрый вечер. Так, походу, все из-за интересных вещей. Что за домик, кстати? Не помню такого. Кто здесь? Убью. Я. Паутина. Там же, блин. Так, ну а сюда, кроме как на лодке, никак не подберешься. Поэтому единственное, что я не помню. Убивать сама. Или не убивать сама. Вот это самое вот... Такое. Нелегкое, скажем так, решение. Потому что от этого может зависеть... Многое. Куда это я залез? Чего я сюда залез? Ни хера себе с... Круто. Я тут не был. Ни разу. Так, ну то, что я тут не был, это хорошо с одной стороны. А с другой? А чему здесь есть что-то? Сюда вообще надо заходить? Серьезно, я не понял, куда... Ха-ха-ха. А, что за... Что? Что? Куда я зашел? Где я? Кто я? Я сейчас тут сдохну. Там вода. Да я иду. Странно. Я действительно сюда ни разу не залазил, только... Потому что я все время на лодке заплывал сюда. Ну и отсюда ж я выбраться тоже не смогу. Без лодки. Оу. Добрый вечер. Фак. Да, туда вот... Ха-ха-ха. Ёпти. А там лодка есть, это я точно знаю. Да, действительно, я здесь не... Интересный местек. Это еще и со снайперкой что-то связанное есть. Тихоти. То ли дуло, то ли что мне дали. Ну а че нельзя просто зайти тогда? Я ж уже здесь как бы. Зачем мне лодка? Вон, проползи и все, и погнали. А мы все равно без нее потом пойдем дальше. Прикольно, конечно. Не знал. Это что-то типа такой... Небольшой секретной нычки. Тихо, ладно. Погнали за лодкой. Пойдем по сюжетке, так сказать, теперь уже. Здесь можно нормально просто обойти? Спасибо. О, местек. Че за местек? А, типа домик обозначил. И че-то давай. Все, давайте, я без рыбов пойду сюда. Иди нахер, кто бы там ни был. На лодке можно ускориться? электро столько вот этой вот рязки грязи как как лодка как таковая не запутывается не застреет тут уже ту же земля должна быть сбита все настолько должно быть сон как сюда заплывает глубина должна быть несколько метров а он сюда как-то заплывает паскуды собственно наша дрезина это наша дрезина не рычи там ты все равно водить ее не умеешь культе жалко что ли какие-то лодки еще не прохудились полностью как-то плавает еще же увидели ады меня не знаю я не помню что с самом делать вообще не помню с одной стороны завалить его очень круто было мне просили только людей не трогать чтоб он меня в реке не преследовал или там другой вот не помню все человек радусь кого я тут крадусь идет что-то да это тоже конечно хорошо вон она придурочная сидит я вспомнил что их можно обнаруживать еще они типа маскируются вот так где-то еще говорили комната есть вот это надо по ходу с ней по идее намного проще пройти с этой так называемой комнаты первых тут пнв есть таким образом они очищают пнв в основном накапливается в или и вследствие этого оказывает наиболее сильный влияние на михай да активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молодых моллюсков и ракообразных привозят их быстрой гибели однако мальти сама в опытном резервуане со временем эксперименты не сложно не пострадали и на броста по темпу роста превзошли контрольную группу в четыре раза на биологические виды рыблю вещество похоже практически не влияет опыт и плотва показали незначительное повышение темпов роста без негативных эффектов вот так вот рыба еще и эксперимент оказывается опа тихо опа сколько всего в этом калаше ведь как то так должно быть темно чтобы меня видно не было по идее сюда мог бы зайти а не сюда нельзя будет зайти с другой стороны чем это место такое что если ты его провтыкал ты его провтыкал либо все таки с другой стороны сюда можно было войти не помню ну короче я у него сейчас зашел и это уже хорошо а идея вот пнв мне тут дают а пнв могло бы помочь очень хорошо в прохождении вот этого данжа так называемого а потому что типа не выдаешь себя фонариком а с пнв хорошо видишь как и где эти гады наскируются все равно от рыбы тебя по факту ничего не спасет а самая большая проблема здесь будут как раз вот эти чуваки так а шо тебе какое дело а зачем я это делаю а зачем я это делаю ага а то куда вход был тогда тут же еще вот лестница вверх не поняла а просто вверх понятно но странно зачем все так запутывать тихо сидит гад как говорится техноборцы техноборцами а оружие любят полуавтоматическое да или вообще автоматического что то с голыми жопами и копьями не ходят с автоматом ходят и 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 серьезно и и и и и и и тупamus ну долго мне зажимать эту букву рыжку эти эти еще а выстрел шею не считается до попаданием голову я понял я нахуя шея шне голова на туловище хитбокс головы он меньше шиш нет жизненно важных органов конечно хули там дыхание кровеносной системы артериальная все лишь не голова де кость мозг вся хуйня живой триппер вспомнил тоже пути какие-то интересные запутанные нахрен ты захочешь составить здесь морковь поможет тебе царь рыба хера у тебя не выйдет а зачем а-а-а да они просто взрываются я понял я думал они это и все только из-за этого я шел сюда а это было понятно еще как только ты первый раз позвонил может давай как-то что-то важное если надо сказать то ты скажешь ну как это делает по радио на повторе что если вдруг связь проявилась да страшно не по лестнице тоже умеет вас до контакта перед едем 23 ты по нам не помогла пришел мне теперь проявить сочувствие что-то буду гусь паны жартецкий знаешь такую так я туда иду вроде как туда не въелась срань рыба оба чё меня ищешь так да идти нахер блядь ты бессмертный ну да да естественно лови конечно ты поймал просто банку тебе кинуть поймал да ай да вы задрали чё вы такие бессмертные ну все суховый допрыгнуть как там переключать вот это вот я был так напрыгались говорю все я злой ну хули они скоты собаки ты же мне бесишь вообще все из-за вас начальник долбанное растение ты где-то там где-то шо-то как-то надо повернуть не не надо дальше идет кто еду вообще я иду иду я уже задолбался идти ну он ждет всех подряд он типа ну хераси он злой он недобрый просто жрет всех подряд это уже не еретики были артем жив а нет артем а как им кверху не знаю ну собственно вот сейчас решается момент эта рыба захавала много людей и да ей скармливает много людей старость раба отравился гривами наверное убит электрическим демоном ну блин понятно кошмар тут сколько всех 13 лет воспаление легких скормить рыбы николай мертворожденный ужас вместо того чтоб нормально похоронить ну скормим рыбе кушать ебаная ты тварь ебаная ты тварь ебаная ты тварь отребил мне ну вот так бы и Силантия сожрала так я тебя спас сегодня так говорится и рыбку съел и спас всех типа есть такой вариант что мог бы не призывать правильно и как бы не убивал его вроде как да дай мне крутую дрезину это моя дрезина теперь поехали заберем меточку разместим наших грузов новых горит я ее сюда припарковал как ты сюда вообще затянул красивые панели ну тут да тут же чисто все интуитивно как развернуться полностью вот так вот так ага точно двери открыть забыл старин но зато я его людей не трогал по идее это мне зачтется а то что рыба кстати завалена он вообще знать не должен до сих до тех пор пока мы отсюда не выберемся а смысле теперь вперед это вперед так а это сложности хорошо ну и все собственно и катимся а чё вы ж меня не на смертельную миссию отправили просто забрать вагон ну да так долго связи с тобой не было да несите все хорошо папа ну классик уже арсел там нибудь не загорал а чё он там трубку вырывает дайте я с тестем поговорю ну да а если как говорится то если чё а ну переключать будем стрелочку в смысле а фу рычажок жиж ну да ну да я чё-то думал да с этой стороны переключается все за запасное колесо зачем оно здесь для красоты для баланса что это зачем почему хотя такая дрезина она больше я смотрю она типа на пробитие там блин вот это еще вылазь сам переключай почему действительно мне со мной напарника нельзя чтоб он выходил переключал а я чисто ехал а он потом догонял запрыгивал чтоб это оперативней как то все было не тут убирайте говно ой заглопка не не заглопка знаете в чем плюс поезда любого вагона у него цепка с двух сторон не надо разворачиваться нигде ехать так развилка где будет тут и тут это будет развилка нам надо будет развилиться отсюда видишь как хорошо что мы тогда зачистили все все тупо подъехали не надо ничего открывает там закрывает центр рамы чё я не запрыгаю пою мать надо просто поднять харю вверх вы не могли бы всю дрезину сделать вот как хитбокс ее и чтоб я ладно все пошел я нахуй я пойду зачем игроку ж удобно просто вот смотреть где это место тут же критических моментов не бывает как я поехал влево как я поехал влево я же прямо приезжал ту ту а есть сигнал вот такой на свет да да нахер я ехал ну действительно кстати а насчет нахер подожди туда мне надо блин такие места интересные можно пропустить сейчас поехали я попробую тогда от поезда на лодке добраться до этого центрального строка да там действительно есть место хорошее которое мне очень нравится во первых там какая-то загадка то ли что-то такое ой о без света лучше о поэтому я бы хотел туда сходить уйди из под поезда придурочный красиво чайничек у него все как греции бля аптечка собачка просто едь себе и едь ноги на торпеду закинуть ну так а не 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 хочу хочу на один островок все больше ничего не надо вообще долго ехать в поезде механика конечно интересно это не как в третьем фоллауте чтоб поезд становится шапкой твоей ну все же у брал тут перепаркуйте пожалуйста что вы душно не буду держи уже нашел держи молодая пошел я нахуй мишка герой нефиг делать пришлось только этого демона завалить в одиночку а так спасибо вам огромный артем у меня просто слов нет спасибо есть спасибо называется мужик когда нет слова лишь спасибо можно многократно поднимайся быстрее это если мне вот сто тысяч задонатили я не знаю сто раз говорил бы спасибо потому что ну слов то нет все остались одни эмоции привет артем дорог как она а все да поговорили по этому поводу мы поговорили так все таки я хочу сгонять на островок лодки здесь не обозначаются да понятно и места интересные есть я одну пригонял на эту сторону ставил если она здесь ну ждите пули я вообще на вас не рассчитывал взяли короче говорит не хочешь слушать дадимте задание по рации какого хера степану гитару так и не вернул я ее уж подобрал бы как правильно кстати вот сейчас интересно вот я завалил сама не будет ли его креветок вижу да хера мигрирует сука идите нахер ну я ж никого из вас не трогал еще вы это самое я вообще гроза теперь я должен сам вонять вы от меня должны шарахаться просто жарко блин очень жарко все-все-все-все понял я валю отсюда нахер и пушку взял с одним патроном но я смелый меня же этот самый главный герой по имени артем который зашел по ходу сейчас вообще не туда да это не островок но есть здесь вариант проверить этот самый взял ли я гитару или нет хрен они здесь возродили потому что чувака я освободил сто процентов гитару я брал но мало не сохранится типа чувак сохранился это гитара нет все учились пока папа ну и дел что четверо только было ну да другой стороны ждал куда-то сверху откуда вот это я могу это этот теневой захват понял я короче как тень переместился так короче вы поняли подтянулся с помощью буковки е я все-таки ну пушка тут голая лежит больше ничего не ма сверху должна гитара лежать но ее не должно тут лежать и я ее забрал вот отсюда да да но этому степану я что-то отдать ее не могу то ли момент не подходящий все время то ли подход не моментальный да вот этот не остров надо было вот как тут осталось надеюсь с него есть какой-то вот именно вот вот просто а какое не остров надо было то ебка смазь не понял а ну да справа вот туда надеюсь снова тупо ну тем что перелез сюда по тросу да ух как же ж бредово ебана хуёво ну бесит же ж просто невероятно коза прыгнет ебана кулевый там я иду по этому вроде как иду опа буду паркурничать пошли вы в шоку все все если здесь нету лодки создатели идут в сроку я просто хотел добраться сюда естественно здесь бензина нет что ты проверяешь она же рядом стоит не ебан не ебан 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 пищи спрятали как будто от кого спрятали на полчасика хватит мне чисто загадку разгадать а да пустость так погнали серьезно написано аж закрыто что ты и дергаешь не сюда а куда а сюда вот сюда электричество подается типа маленькая загадочка но мы там про нашего нету живых людей паровозом ехать а я ее по матушке обругал святой отец так и сказал мол бить бей для драка полезно а по матушке это рот свой пачкать до демонов призывать и отправил вот рыбу лудить а уже никого бить бей а уже не кормится уже все даже с берега утаскивают если верят только не крепко если вера крепко все нормально можешь это песен в воду опустить сказать наживка но я верю вот это еще же из конечно что это за пиздец скажем так я это делаю из благих намерений потому что ну вдруг при этом всем он еще дышал на всякий случай чтобы не дышал опыта эти кстати как раз этого силанте вот думаю кто после этого просто дебил шо шугануть вас а страшно ты смотри кто пожаловал лампы бесовской не светит ствол спрятал гляди хоть и еретика все же с человеческим обхождением понимание какой то есть может и не совсем пропащая душа да где видишь типа уходил блин а ты глянь какая броня него сразу видно нечестивая здесь чувствуем подвижником бы и такое но только чтобы ее отец силанте осветил сначала понятно а завида завида бандитом этим пришлым не зашли курицу или не дуло не вышел внизу все наше было бы в капусту бы их покрошили естественно соблазна это соблазн техникой могуществом ее все от сатаны это ты верно говоришь а все ж таки ну да цар рыбу не разозлить только смотри а то жопу откусит они боятся фонарика и то что я в ружье там типа навожу на них и рады а красивая так установить естественно более длинный ствол хорошо попробую так типа починил сейчас контроллер заряда аккумулятора электронная схема зарядная инструкция для управления процессом заряда повышая эффективность процесса зарядки увеличить долгосрочность батарей то что надо то что силанти прописал да грязная штука что почистил капец сколько на чистку уходит оружие у меня столько грибов люминесцентных нету чтоб столько чистить ну зато красиво да вот хорошик какой моща дробовик моща ашот ваншот где-то 4 стволка валялась все-таки она мне не очень нужна она очень хорошо бьет впритык но не расстояние а это хотя бы чуть-чуть лучше она с расстояния бьет ну естественно пшик следующее нет ты мне не нужен ай что он ко мне пристал отстань от меня вообще не трогал тебя ай эти исчезли до или ушли куда-то чё там за крест стоит тихо тихо не шабар шик чё я тебе сделал где он проклятый ааа справа что-то тут а он домик смотри отстань учел пристал ко мне для я мужа сом рыба эти сейчас съем нахер надоебался сейчас я выйду на берег погоди оп анимацию попал где-то потанцуем с тобой все всрался вот зараза не хочет вот это вестя классно тут что-то типа больницы да стрёмный классный вестяк да тут была типа больница поскольку я помню здесь даже где-то записка присутствует музыка играет понимаешь а вот собственно и дирижер оркестра диана вот этот короче если интересно почитай рекомендую сегодня проснулся и один ну что мог сделал походу вот это конкретно психическое здоровье тут у человека страдать будет ружье водит если шел ты тот мистическое место прикольный такой мистичок еще походу радейка жжет а ну так зачем я сюда пришел я особо и не понял ну я здесь был как говорится и еще одно местечко я хочу заглянуть это вот там острову есть один небольшой на который тоже походу на лодке надо доплывать поэтому придется оплыть все вот это вот место и опять этот долбоеб здесь до мной плавает летает точнее вот он на кусок на это лодке буду до послезавтра плыть нет как будто ускорение нитро пауэр турбонайт я здесь вообще пропал у кстати вот здесь еще что-то было помню они неужели только патроны странно ощущение что тут что-то было лодка по факту и все вот еще один прятался почти спрятался ну ладно душно жарко невероятно я походу не туда заплыл да капец она неповоротливая это просто какой-то ужас петель это по краям краю экране край красный песен ну и ужас какая она не поворотляля теперь лодок очень на каждом шагу на том островку на этом островку пожалуйста сколько хочешь тебе держи можно прямо плыть быстрее давай веслом раз два раз два раз два ты шар тем ты блин сильный на ты же мощный на и кто на давай он паскуда сейчас нас это круто да круто мне нравится давай еще одна все прибегут ну а что делать ну я не виноват что она такая медленно я мог бы конечно остановить запись и включить ее на том островку ну а чё я один буду мучиться давай ты со мной чтоб все честно было правильно заодно поговорим как твои дела рассказы вообще прям сейчас опустись комментарии пока я плыву напиши как твои дела чё чё нового чё делаешь чем занимаешься чем увлекаешься мне же интересно то у меня подписчик или ты если случайный зритель то что ты еще не подписан давай нудить вместе как говорится сюда мне знаешь что самое обидно да вот это я здесь хрен проплыву но это пиздец ну все класс поплавал щека все я приплы ой какой бред да ну на а у меня аж голова разболелась прям резко ну нахера такое делать как мне сюда добраться где лодку брать среди вот этих всех чешуйчатых проплывать витч вперед можно вперед туда нет или назад выпьем все таки нахер идеи ищ ты смотри на нее блин а действительно где лодку брать ай сейчас вот ты наверно спрашиваешь нахер тебе этот островок дабы карту открыть и там может быть если он там и найти как говорится все а может быть просто что-то что-то ценное лежит и я уже не помню что почему потому что ну какого хрена вот этот островок да такой выделенный и обделенный там может быть пушка хорошая лежать ну как мы помним здесь лодки нигде ни одной нет ни одной лодки падла ни на одном берегу не на том ни на этом только аж в обход плыть воплыва плывать кто так делает ну за что вы гады 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 ты тут шлева а тут я лодку забрал же как известно да а а есть быстрое перемещение какое-то я перемещусь в ад куда-нибудь серьезно хрен с ним поищем интересные места тогда я помню что до не доходя до моста есть тут интересную пару местечек ну кстати это одно из них радиоактивное местечко а рогейка здесь жжет очень мощно рогейка здесь жжет очень мощно ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо кайф с пробитым противогазом каким-то хуем или я из-за этого сюда верни 1 все ладно задыхаешься сымай так одно место есть говорю помню эти места перед мостом так называемый а второе жуке а там не доходя можно можно сбежать там не доходя до этого хуже райам она а там он где-то плыть надо не говори оказывает вообще туда идти куда-то куда сюда ну так и возле этой кибитки сколько раз уже был смысле я еще не обозначила падла если эти создатели просто вот гады я ж был в ней уже и только сейчас ее обознать а пошел я в жопу я понял или я тогда просто запрыгнул на лодку и поплыл до ой курва владимир лодку взять чтоб на этот сраный островок перебраться бриджи да ладно не дыши блин этот вымазал каким-то хером деле лазил да все четко на этот по сути здесь больше интересных мест и не сейчас в этот заглянув кибит куюту это файплин еще запрыгивать полтора часа тоже место сохранения разговорная страница кто-то там опять из силантерских этих ублюдков сша все чистим все это самое капец я ничего не делал но он грязный как противогаз укрепленный разбили прикинь как так не надо патроны для вот этого сильно то они мне там и не важны те патроны пускай будет как-то так отдак давай да действительно сейчас добегу до главной миссии сейчас остановлю добегу быстренько туда ну лодки стали обозначаться и тить колотить спасибо на этой стороне есть только одна ну не уроды ли да я сейчас добегу до лодки дойду до миссии и добро пожаловать как говорится обратно не переключайся для тебя это секунда собственно вот я добрался кого я только не встретил по дороге просто пипец тут анна говорит поднимайся на кран ты того отдохни до темноты наверху а тут же можно наверху добраться хоть 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 где-то плюсик сделали такой охрана человек пятнадцать четверо утра по на баржу по краям пирса часовые сэм будет на правом фланге сам прием я на месте выше часового князь лево от ангара прием князь на месте готов не часового идиот на дальнем кране я готов хорошо вижу всех на пирсе крест разведал подвал здесь короче лучше эти ночи он они все отсюда все видно грубо говоря ну да вот она баржа короче круче всего здесь эти ночью почему потому что во первых нас подождут любезно до темноты ты уже здесь отдохнулся но самое время смотрела как я сплю ну да 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 я всем напоминаю после захвата буксира мы с сэмом и идиотом возвращаемся на аврору артема князь с крестом и давай давай селик мостовой давай давай удачи нам всем как бы быстрее давай 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 так собственно надо аккуратно спуститься как нато опять хай поднимут разрулю тут потом на барже там вообще не проблема чувак остановился специально для нас не махал свои ну да это свои это наш князюшка так здесь я никуда не спущусь если я не ошибаюсь через подвал можно было хорошо зайти но не получится видят блять действительно кто там стучит спереди блин сад ну и мы снова как ниндзи заходим до грабануться из-за собственной тупости это я пони не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю ну как то так пока идем не знаю ну что в этот раз до самого нижнего пойдем нет километров за 20 поворачиваем ну и не знаю не знаю не знаю но не знаю 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 зачем это было я купону ну как-то да да нет ну это мой обычный стелс да как всегда короче так себе громко прошли херня полная ну я никого не убивалась лишь ну такое ну и хорошо ну я старался она сама как-то если кто что забыл то уж забыл времени терять нельзя да погнали ребята удачи ни пуха ни пера артем смотри там да удачи нам пригодится ну как говорится 7 путов по киллер ура да что давайте махает что там еще короче 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 беда в чем видео резко оборвалась я не знаю фишка в том что у меня отключили свет резко внезапно я там начал записывать и не знаю сохранилась тот кусочек видео не сохранился короче начиная отсюда если вдруг не получилось сохранить то прошли мы баржу захватили чуть-чуть конечно пошумели там не по не получилось прям тихо тихо пройти но вроде все хорошо приходится поэтому поэтому да как то так надеюсь это не сильно там повлияет на все это на на игру и так далее и тому подобное но хочу заметить я никого не убивал там подняли хай ну там спартанцы что-то постреляли туда-сюда но я никого не трогал надеюсь все будет нормально где-то на этом моменте у меня выключили свет если видео сохранился кусочек то вот повтор будет немножко бы ничего страшного я думаю лишь извини меня как такой жизни живем там устроил но своего добился теперь вместо семена зайдите я молиться будем понял ух ты за еретика хотя это что что там тихо ничего здесь нету ты прав короче как-то так да видишь я даже переодеться успел сходить потому что ну как так как как-то не не хорошо получается так сохранить где нас нет вот где хорошо так вот так вот проходил никого не убивал а когда подняли хай всех на уши и так далее просто пробежал вперед одного там это самое оглушил да и все по факту кто с тобой толковать стоил ангра смотри по сторонам может и витеки эти твои идут уже водочка у них тут ничего себе как тихо поднимается лифт я почти на месте где-то там потерялся а ты уж блин наверное как спайдер-мен где-то пробирался на паутине не так как я и тут дождь еще начался это вообще жопа аккуратно надо быстрее 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 я тут не могу пройти ну хорошо это оглушено я не помню точно но я тут походу чуть ли не и вот здесь могу или вот там или вот здесь вот не помню отвергаете лифт раздевого сейчас попробуем электрический проклятый подарок лукавого глупца чтобы себя как-то так ну типа дождь идет не видно ничего что он на ласту проповедует у него в церковь пошел в срак пройдет царство боге лишь того кто тебя не заворал пропустит слезные чертоги господа царь рыба слов царь рыба не рыба уже все не славится так а шо ты уходить не собираешься да а варики у них модные конечно ты шо ты шо бля а как они на дожде не тупят ну это ж бред а я 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 вообще не пойму как я тут прохожу я еще не буду его валют только тихо я от него примут враги наши хору его фонарик во лбу все нормально все хорошо и 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 Да, круто. Все, значит, я все сделал правильно. По всей катке все хорошо, значит, по всей карте все хорошо. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Как-то так. Я тоже задумался над тем. Да, мы типа приехали сюда, не тут жили, не тут жили. А самое главное, меня больше всего убедило то, что мы типа вторглись в их мир. То, что вот этот Силантий, так называемый Отец, действительно верит в свою чушь. Ну, что электричество грех. Вот. И, ну, пускай они живут с этой верой. Ну, да, чокнутые. Ну, да, по-своему. Но они, походу, больше и не распространяются. Вот они в своем этом мирку живут на Волге. Пускай живут. Если бы они еще вот так вот поезда нормально пропускали, а там бандиты с ними, как говорится, уже порешают дела. Вот поэтому, ну, собственно, здесь правильно было, типа, никого не трогать. Иначе бы, в противном случае, Силантий скинул бы этого нашего под поезд. Блин, а я же гитару принес, то, ну, я не принес. Неужели гитара не уже будет? Что ты меня тащишь? И села так, как вот в этих вот играх на PlayStation с дисками. Да, я еще тут. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Ну, да. На свет людей и так мало осталось. Что у нас тут? Мы можем когда-нибудь сможем доверять незнакомиться. Просто, просто, потому что, я не должен быть. А, вот. Крен, Кеннель, как слышите? Это мы, кровь, все обжимение. Прием! Кеннель, Кеннель, слышите как? Прием! Так, красавцы. Ладно, больше. Что-то можно поискать. Ну, взял-ка вот, пожалуйста. А, ну, а сидись со своим Менчиковым. А сколько он у вас в рамках не прожил? Ну, хлеб нету. И на Менчиковом почку не катим. Забыл процепь из-за золотого, а? Торговаться не никто, аначе. А? Так и да. Короче, тут, да, если по радио поугарать чуть-чуть, можно интересное, что-то найти. Короче, как-то так. У нас тут, да, дохренища нового, собственно. Ого, сколько тут помельника. А у этого раньше не было, разве? А, ну, вот крест, типа. Катя и Настя. Ну, кому интересно, опять же, стоп ставим, читаем, да? Ой, дневник, что-то долго. Кошмар, то сколько всего. Ну, это просто описание того, что... Да, это просто описание того, что было, то есть то, что мы прошли. Ну, да. Снаряжение. Ну, вот, а тут... Динамо, планшет, рюкзак, бинокль. Костюм спартанца. Прибор ночного видения. Я не знаю, кто это будет так прямо читать, прямо вот в захлёб. Рыба. Креветка, самка. Креветка, самец. Собака. Кикипора. И оружие. Ашот, ваншот. Тихарь. Много всего того, чего, в принципе, нафиг не надо. Саня, можно посидеть. Я ведь тоже слушала радио. И ничего не говорила, пока я это смотрю. Что-то, враги там, оккупанты. Столько всякой всячины в эфире, столько историй. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры, всё, они разговоры за жизнью. Но, как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было. Это же железная дорога, они же должны её контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Вот мне нравится, она во второй части такая, умно, а всё было, всё это самое. А тут такую тупую сделали. Хотя куда бы. Ну да. Хотя их видом не видывало, не крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Средневековье какое-то. Ну так. Во, на Силанте. Вот взякатор, фигатор, гробит их почём зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношения хуже жилось? Как хер его знает. А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедам, и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя? Ну да, тут а мы тупили 20 лет. Прикинь? Артём, посиди со мной немного. Опа. Руки красиво сделали. Прикольно. Век бы так лежала. Слушай, а не, бог бы заболел. А ты когда забирался на высотке в Москве? Хе-хе. Активность. Ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Оп. Активность. Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на велом океанах. А? Хотя, знаешь, есть что-то в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Вот сделали же это всё. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. А, на тебя же смотрели... До сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Ну да. Ну да. По сути, они просто рабы. Самые настоящие. Целый день калывают, полночи молятся. Всё по расписанию, всё под надзором. Всё, буквально всё. Решает община. Ну, то есть, понятно кто. Силанти этот. У них ведь даже своего ничего нет. Штаны и те общинные. Наврал им с три короба про электричество. Они и уши развесили. Не все, понятно. Но там просто, если вопросы задаёшь, получай епитимью поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну, а это верная смерть. Ну, какая беда от фонарика. Что плохого в радио? Нет. Только прячутся, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет. За двадцать. Люди вообще как-то удивительно легко верят во всякое враньё, знаешь. Главное, чтоб удобное враньё было. Или хотя бы привычное. Ну да. Вот мы в метро. Ну ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Ну, если моей футболки на антенне не считать. Ага. Так это футболка её была. Нью-Канск. Ха-ха-ха-ха-ха. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам в метро не про них говорили. Не объясняли, что война ещё идёт. Ну да. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Всё это время. Ради благих целей, наверное. Но всё метро на вранье держится. Ох, зла не хватает. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? Знаешь, почему слушаем уж это всё? Среди за собой, где-то старались. Аппаратуру для этого применяли. Поэтому сильно, не смотря на что. Интересно же. Ну что, если всё, что рассказывали ему, просто ещё один слой лжи. Надеюсь, хоть в Ямантау об этом узнаем, как всё на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Ну да. Спасибо, Артём, выслушал. Давай и помолчим теперь немного. Не. Ну на это меня точно не хватит. Ну, беги. Куда они без тебя? Вот именно. Куда ж они все без меня? Так, чё там, дядя ТТшник? Ого. Письмо Насте. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернёшься, где нас с мамой искать. Потому что мы с мамой одни остались. И Силантий сказал пережить... Переезжать в башню. А вагон сказал бросить. А я не хочу. Хотела тебя в вагоне ждать. А мама сказала, что нельзя. А Силантий сказал, что ты не вернёшься. Потому что не прошёл испытание веры. Но он всё врёт. И никакие испытания тебе не нужны. Потому что вся их вера чушь. Я понимаю, что ты говорил. А он молчит, но я знаю. Она тоже ждёт. Поэтому возвращайся скорее. Пойдём от этих дураков. И тебя очень люблю. Настя. Увы, Настя. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. Да, у тебя тут вообще, ты что-то шикарно, а? Да. Всё под рукой. И место свободного пола. Так красотища невероятная. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли. А я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать судя по всему будем долго. А патроны и другие полезные в ходестве вещи на дороге не валяются. Ну и на этот же поменять нельзя, или можно. Тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь. А я тут из них буду делать всякое. Работка, непочатый край. Блин, ну вот этот тихарь, конечно, он меня не нравится. Он решил где костюмами заниматься. А надо будет. Жалко, что его поменять нельзя. Почему? Да, ну пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. Талтушь. У князя он, броник, спинную пластину вообще не держит. Жалмаржок. Хорошо, мол, не передняя, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас разгиб... Гильдяев, сделаю снова настоящую армию. Это да. В общем, у меня все. Похвастался... Че у вас тут? Че, тоже покурить выше? А это дело? Там можно отчинить. Курение убивает. Курение вред, не курить. Нельзя курить. Ну ничего, продышимся. Да. Че у нас тут? В общем, правильный вы, Артем Людник, полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил орел. Нота. А сейчас грудь колесом ходит. Хвастается, как весь пацан. Но боевой. Нота. Ну так, ничего сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну и я... Простой я человек. За мной не заживей. Ну да, у тебя, ты нам дрезину подкинул, ничего себе. Ну и как оно тебе тут? После подвалов ваших, а? Да шо, полной грудью, видишь? Ну этого места столько. Оно, конечно, бурьяны да развальные, но... Глядишь, найдем и че получше, а? Ну да. Что такое? И каши. Ладно, все, да? На этом я пошел. Хотя, вы же, я как понял, к начальству на момент. Ну вот, ты не серчай, братка. Ну вот, разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось? Ой, да херю знает. Не, ну, глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров-бандитских. Ну да. И эти вот куда мерзей урок обычных. Вечно речи толкает перед тем, как ублюдство какое сотворить. Поэтому и дохнут, как мухи. Я это к чему вообще? А. Мне-то и до войны от начальства этого не холодно, не холодно. Очень интересно было. Ну уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кой оно вообще? Бля, я до дырюлю пистолет и два шутка. Да-то куда вы, туда и я. Ну вообще лучше бы место поприличнее найти и допожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хрома там царские. Мы пристроимся? Да, конечно, пристроимся. Ага. Или нас пристроят. Да тут продрог, небось? Ну так беги. А я тут подышу еще по-возьбой. Да тут продрог. Ой, стой. Места и полно. Да не, спасибо. Да, собственно, и метод есть чем заняться. Ломать снаряжение вся гораздо. Очинить-то к руки не с того места. Ну ты, блин, рукастый мужик. Молодец. Девять это Тэшник. А, я это Тэшник. Ну там ничего серьезного. Она просто... Она учи меня, она учи, а он не будет учить, сказал. А? Так, где Сема? Я могу ему еще гитару отдать? А, она у тебя уже? Заходи, Артем, присаживайся. Степан, тут вечер музыки устроил. Степа, я Сема. Как Артем тряхнет стариной? Бери гитару. Ну, слава богу, что она у тебя. А вот пистолет у нее, вот это вот нормально, что лежит? Или это игрушечный? Жалко, что без слов эта музыка Все, кто играл и проходил, пели под нее А я вот не буду петь Ничего Какая-то действительно Можно было вот Степана озвучить. Было бы красиво. Тут на нее смотрим ее эмоции, да? Вот это вот все, как она вспоминает. Нахера я на высокие беру. Красиво Вот три аккорда играют А я тут, блин, как этот Блин, резко хотел сказать Забыл, как его зовут Гитариста Пиши в комментариях гитаристов Которые знаешь Петлюра Не, забыл Спасибо, Степа А, не заш Ой, Катя, простите Вот тоже диалог интересный Ну я давно спросить хотел Отец Настин Он погиб ведь? Настя знает А у тебя рот дырявый Я не хотела говорить сначала Мол, на ярмарку уехал Три дня прошло Я все держалась Думала И виды не подаю Сижу с иголкой А перед глазами Черно Не вижу ничего А она подошла и говорит Ты поплачь, мам Тебе легче станет А это ведь Сеня Так говорил А, Сеня Ну я и завелела Так что Знаете на все Простите, Катя Простите Давайте я лучше расскажу Как мы тут на мосту оказались А, так мы уже рассказывали Мы сами на северо-востоке Отсюда жили Да, потом мы это ехали Недалеко А ехали месяц Там дальше Разбомблено все Ермак меня спрашивал Я ему рассказала Сеня говорил Там сплошь ящики были Ну, заводы военные Да и вообще промышленные города А теперь даже с фильтрами не пройти Такая радиация до сих пор И пути нету Кратер на кратере Мы издали, видели И то счетчик Как заведенный трещал Ну вот Одна небольшая ветка уцелела Там бомбить-то особо нечего было Вот мы по ней и проехали Думали дальше на запад двинуть Но Сами понимаете Через мост нас дизелем не пустили Короче, да Сейчас мы дослушаем много историй Интересных Вы, наверное, закончили на этом Если интересно, оставайся Если нет Лайк, подписка И Увидимся в следующем А потом Уже и захотей не вырвешься Гад этот Плешивый Батюшка Силантий Так головы задурил Только молились Да поклоны били Своими руками Дизель наш разобрали И в реку По частям Идет Нас с Сеней Вот и он не вернулся Катя Простите И я не знал Ну Что тут поделаешь Дело прошлое Тогда Что мы все А давайте Степа Лучше сыграйте Что-нибудь А давайте Конечно В траве Селил Кузнечек Артем Артем Тебя полковить Думал Таня Я вас послушаю А с бронником То что ТТшник Ругался Ну Тут Длинная история Кракокетничает Рассказывай Алексей Ну В общем Сижу на балке Смотрю Как Артем Там возится Ну Ты Ты Плох Артем Считай Всю работу Сделал Таня Ну Это Понятно Но Врать Все равно Не мешай Сами за мой броник Спросили Ладно Дальше Давай Давай дальше Ну В общем Я вижу Артем В двери Уже Подошел Ну И думаю Надо Спускаться Уже Я вниз А ну Держи Что Оно А я Знаю Темно Никого Нет А прямо Пошевелиться Не могу А мостовики Эти Еще Про царское Что-то Трепает В общем Думаю Дело Пахнет Керосином Песенами И че Ну че Карабин Отстегнул И как Рванул Там Как раз Халабуда Это Была Внизу До Крыши Невысоко А А А царь Этот Что Как Ну Здоровый Такой Страшный Болт Там Торчал Такой Ржавый Вот я За него Спиной Броника Торчал 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 Главное Главное Молодец Пока я там Поверхамская Как макака Да С царем Этим Воевал Он В общем Весь вопрос Решил Ну Герой Это Точно Молодец Артем Благодарю Да Вы Оба Красавцы Ну И Крест Конечно Тоже Это Да Как Он Зубы Заговорил Люба Дороге Они Доски Эти Когда Таскать Начали Я Чуть Не Помер А Так Ты Креста Слушал Сидел Пока Я там Пробирался Да Таковый Мужик Вы Все В общем Отлично Сработали И За Это Надо Что Накатить Выпить Вот Точно Истинно Наш Человек Ну Мыш Этот Как Присоединишься Нет Я Пока Пышком Постаю Вот За Обедом Ну Значит Квас Пьем Квас Правильно Правильно Ну Мы Все Равно Сейчас Немного Для Разменки Давай Еще Есть Еще Чашка Самонаполняем А Отлично А Если Я встану И Еще Раз Сяду А Я Вот Братцы Задумался А Чего Все Поездки Этой Ждут Не Я Вот Вернуться Как Светки Моей Все Рассказать Чтобы Она Смотрела На меня Огромными Серые Глаза Поизучаю Пока Что Что Там Варива Варится Ну То 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 У Тебя Там Прикольно Интересно За Считано Ну А Сам Ты Чего Поехал Так Кран Кран Течет Левая Кухня Левая Левая Кухня Левая Левая Все Есть Че Че Улыбишься Это Ж Невыносимо Тут Правда Тоже Пока Не Особо Только Катя Клан На Борт А Степан Уже Такой Хвост Распустил Куда Там Тому Павлину Кошмар Вонять Должно Кролики О Это Те Самые Класс Прикольно Ни разу Не Замечал Здорово Братон Это Да Че Ну ничего Жентльмены Будет и на моей улице Праздник Там-то В Ямонтау Женщины со всей страны Собрались Конечно Ждут меня Волнуюся А вот ты Да мир Чего поехал Опа Ну Я сначала Просто за вас Ребята За полковника Но Честно говоря Даже тогда Мелькнула мысль Это ведь шанс Мечту осуществить Казахстан увидеть Народ мой Но сначала Надо обратно В Москву Потому что Несправедливо Это Людям сказать Нужно Что все Свобода Наверху Жить можно Ну да Согласен Идиоты Идиоты Это согласен Доверка Но свобода Вещь сложная Был такой борец За свободу Че Гевара И до сорока Не должен А вот товарищ Маучу Книжку Ты почитываешь Народ В строгости Держал А жил Долго И счастливо Ну Ты в своем Репертуаре Вещь Вещь В новомнике Непонятно Чего только Идиоты Кличут Ко второму Ну Это я понимаю Он сам Так Назвался Чехова Очень Любит Потому что Сценарий По второму Сюма И Чехова Конечно Тоже Но главным Образом Достоевского Сэм Достоевского Ну да Чё Ага Ага Знаешь Я вот хочу Свой серф В руки взять Самокруточку На пляже Выкурить Волну Поймать У меня Где-то В глубине Под суровым Москвичом Сидит Добродюшная Калифорния Да ну Нахер У меня Между прочим Пока Меня отец В Маринс Не уговорил Пойти Дреды Били По задницу Говорит Маринс Сделают Из тебя Балбес Осознательного Гражданина И в Калыч Как Отслужишь Отправят Ну Меня На Ближний Восток И отправили Вот это Да И что Надеешься Тебя тут Твои Подберут Что-то Не видать Их Да Наносит Тоже Не видать Че ты Не лезь В чужую мечту Парк Доберу К Может Корабль Найду Ну Да Подполываешь Ты такой На корабле А Они Че 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 Русские Идут Ты Ж Наш В доску Куда тебе В Америку Фарт Ушанку Не надевай Сразу К дну Пустят Не буду Ушанку Надевать Но Балалайку Возьму Ну да А кто что про Нимантау думает А мужики Как нас там примут Сразу простер Ты мне Ну твои-то мысли Понятны Ариош Примет нас Младший офицерский состав В круженом белье Из каравая Маида Мне про ваше Интересно Ну Я надеюсь Они ответят На пару вопросов К примеру Если за сотни Километров от Москвы Ни одного американца Кроме Самуила Нашего нет Зачем нам Под землей сидеть Я бы не так Сформулировал Вы-то в Ямонтау Знаете Товарищи Верховные командиры Что мы в Москве Двадцать лет Под землей сидим Это да Обязательно Спросите Пока я С младшими Офицерами Совещание Проводить буду Не знаю Лично я уже Настроился На роут-джип Романтик С большой дороги Да Ну Поживем Увидим Ну Да Как-то так Это точно Ну Все Я погнал туда Алкан ждет Ой Как хорошо Вот так я люблю Вот это Блин Я так люблю Ходить между вагонами Просто невероятно Вот в настоящей жизни Вот в реальности Блин Обожаю Так что у нас Уже и подкидывать Не надо Дойду Слушай А Удалось связаться С Корчагом Спасибо Это тестник Десифратор Поключил Красиво Тут Блин Для Для Ну не романтика Лик Давайте вот тут Остановимся Прошаримся Патроны и фильтры Пособираем Они штука Везде лежат О боже Это такой Ты тупорылый Ты тоже дебил Отлично Отлично Полковник Мельников Отлично И да Простите за недоверие Но ситуация Как вы сами понимаете Очень серьезная Враг не дремлет Понимаю товарищ майор Поэтому прошу Передайте руководству Что мои бойцы Верной присяге Готовы встать в строй Как только мы пребудем В расположении Прием Благодарю за хорошие новости Сколько у вас людей Отделение Прекрасно подготовленных Бойцов Спецназа Отделение Так Ну вот понял Ну что ж Это отлично Отлично Такой тупорщик Немного Но мы везем Донесение Особой важности Мы направляемся К вам Из района К-6 Альба Есть ли данные О силах Противника У нас на пути Прилем Минуточку Проверю К-6 Альфа Говорите Так Товарищ полковник В этом районе Противника Не обнаружено К сожалению Нам нужно Заканчивать Самый неподозрительный Разомер Да Я положу наверх И уверен Что вас примет Сам министр обороны Ходю Это огромная честь Благодарю И если можно Пару слов Как у вас там Обстановка Благодарю Прием Прием Заканчивать Товарищ полковник Это же секретная информация Но По-человечески Я вас понимаю У нас Все в порядке Не волнуйтесь И до встречи На копчеге Конец связи Слушу народу Конец связи Толбоек Ты старый Ну что Фома неверующий Уберился У меня до сих пор Руки трясутся От нервов А подумай только Сам министр Конец Артем Кстати Можешь на карту Глянуть Да Надо глянуть На карту Чтоб прошла Сохранка И тогда Уже Как видишь Мы направляемся Прямо в Ямонтау Катерина и Крест Говорят Что пути в ту сторону В неплохом состоянии Повезло нам Там было много Приоритетных целей Так что можем надеяться На спокойное плавание До самого порта Конечно По расстоянию Вроде и недалеко Но от состояния путей Все зависит Так что Ползти наверное Будем долго Ну да Ну Ермак Так о чем мы там О кстати О чем Грато Что все Превысим всего А да Так вот не надо Попривыкай Правильная цель Оправдывает следства Да я ведь не подражаю Просто не у всех цель Правильная Ну да Вот именно Именно поэтому Не у всех правила цельное Кто там Красота Правительство Правительство понимаете Правительство Ну конечно Как то вы Несерьезно К этому Относитесь Не ожидал Тем более Люди сами себе Теперь правительство Что услышали Да Ну допустим Правительство Ну что Сколько лет Друг без друга Жили Ничего Действительно А вот тут то собака И зарыта Ведь они Скорее всего О нас Ничего Не знали Понимаете После таких Массированных Ударов Они предположить Не могли Что в Москве Выжило Столько народу А мы Именно мы Мы Сообщим им Что Москва Жива И я просто Жива А сохранила Цивилизацию Понимаете Слепой Просто Слепой Но теперь У нас Появится Новая цель И какая Позвольте Спросить Неужели Не понимаете На командный Центр Завязаны Все системы Оповещения Вся Разведка Им известны Все места Ядерных Ударов У них Есть Полные Карты Сонзаражения Да много Чего Информации Править Миром Ну Тут У нас Есть Люди Полное Метро Народу Много Подготовленных Пальцов Сложите Твой Твар Мы Сможем Со временем Заселить Страну Снова Конечно Не сразу Возможно Сначала Придется Ее Вернуть Себе Но Заниматься Этим Мы Будем Под руководством Настоящего Правительства Людей Обладающих Необходим Навыками И в Конечном Счете Мы Сможем Ворваться Из-под Цемного Дубеп Необходим Навык Думать Хотя бы Немного Анализировать А не тупо Следовать Цели Солка Блять Я ниньця Знаешь Не доставка Затем Ну Про проект Копчег У меня Информация Точная Бочки Это Я вам Как Зачем На объекте Еще на войне Служили Мои товарищи Которые Планы Эвакуации Так что И позывные Про место Я знаю По долгу Службы Так что Теперь Главное Добраться Ну Ничего Ничего Правда Путь Непростой Будет Ну Да Ну А мы Легких Никогда И не Выгорали Ну И Собственно Погнали Я давно Об этом Думал Центральный Процесс Как-то Мы Подъезжаем К цели Нашего Долгого Путешествия Правительственному Бункеру Ямантау Прямая Связь С ним Окончательно Испарила Обиду Мельника На меня За то Что я Разрушил Прежнюю Жизнь Он Очень Волнуется Перед Обещанной Встречей С Мельника Такого Спойлера Не знают Наверное Для кадрового Военного Это действительно Важно Ребята же Не разделяют Его восторга И задают Непростые Вопросы Где базы Окупантов Кто мешает Правительству Поднимать Страну С колен Что тут Творилось Все эти 20 лет Мельник Уверен Всему Найдется Объяснение Его Простят Нас Они Простят Тоже И все Поедут Домой В метро Мельник Мельник Не я понимаю Есть такие люди Упертые Как это Думают Что все По его Должно быть Но Дрезина Что у вас Впереди Прием Дрезина Другом Все заброшено Но путь В норме Прием Добро Не разгоняйтесь Там особо Из-за радиации Следите Прием Есть До сих пор Не верится Мы ведь Добрались Добрались Понимаете И шли мы К этой цели Не неделю Не месяц 20 лет Целую жизнь И она была Не напрасна Теперь я точно знаю Мама А мы что Здесь теперь Жить будем Не знаю А что Да не дай бог Мне здесь Не нравится Страшно так Тише Что ты Товарищ полковник Дозиметр Заскаливает Так Всем надеть Маски Пассажиры В руку И задрается Нагубо Да Конечно Пойдем Настюша Ну да Меняем планы Дальше Пойдем На трезине Подождите Там наш С Артемом Так и сдохнуть Можно В самом начале Ты ведь сюда Столько попасть Мечтала Как правительству Докладывать Так без меня Дочь Я тебе Или не дочь Ладно Давай С нами А то Всю плешь Проешь Всю Ешь Профлешь Герман Стоп Машина Ответственная Что-то Должно Быть Что-то Тут Такие Страшные Такие Пиксели Точно Аброру Отогнать В безопасную зону И всем Под броню Все Сделаем Степан Остается За старшего Все Ясно Так точно Товарищ Полковник Отлично Поехали это да что-то еще растет видишь как склон вскрыла интересно да и так в общем неплохо получилось тут он это у тебя перегорожены трошки надо менять эту самую платформу смотрите машинка видишь прав был артем со всей страны народ ехал туда со всей страны только из москвы никого не было сколько времени зря потеряли ничего теперь наверстает и машины интересно все мы у цели а чё ж никто не встречает нас сколько могла простреляла уже надавитесь полковник мельников прибыл для доклада министру обороны а где ваши люди полков остались на поезде снаружи опасно свяжитесь с ними пусть законит поезд главный шлюз на из активацию добро пожаловать ковчег полковник проходите по туннелю и спускайтесь на лифте внизу вас трепет они сколько там людей то осталось 2 3 4 основном то все тут там человека 3 4 осталось вот тот тот и в метро виду от чего у них тут пусто так не у них точек не патрулей а зачем это все ядерная боеголовка это не взяла такую знаю там уже мы бандиты какие-то так все сохранка прошло есть если как-то так давай короче следующей серии продолжим примерно отсюда там дальше интересный как говорится твист сюжет поворот если ты вдруг смотришь первый раз и досмотрел до сюда спасибо тебе огромнейшая ты очень хороший добрый главное что любопытный человек а на нашем канале это только приветствуется спасибо большое за просмотр и лайк подписка все дела до следующих встреч в следующем видео покедова